Холода практически закончились, свои позиции отвоевывает весна, и многие уже начинают задумываться об отпуске и как его провести. Бюджетники заслуженный отдых планируют заранее, и обычно главные вопросы – где отдыхать и во сколько это обойдется. Как раз об этом небольшую сводку для нас подготовила Алана Томаева. Алана, здравствуй. Ну, хоть еще и не лето, но уже интересно, кому, как и где будет отдыхаться. Да, действительно, март – это самое время задуматься о лете. Кстати, еще есть возможность воспользоваться услугами раннего бронирования и сэкономить. При этом мы примерно знаем, как и когда состоится отпуск. Вообще, раннее бронирование – это заказ тура не менее, чем за 21 день до поездки. Если определиться с отдыхом заранее, например, за несколько месяцев до намеченной поездки, то сэкономить можно до 50% от стоимости отдыха в отеле. Вообще, надо сказать, что в прошлом году число россиян, отдохнувших за границей, выросло в половину и составило около 15 миллионов человек. Специалисты фактором роста называют возобновление отношений с Турцией. О ценах стоит поговорить отдельно. Для любителя Европы туроператоры предлагают относительно недорогую Чехию. Отдых в ее столице Праги для одного человека обойдется примерно в 80 тысяч рублей. Это учитывая перелет, но сумма неизбежно возрастет, учитывая консульские сборы и оформление шенгенской визы. Любителям пляжного отдыха предлагают сразу несколько направлений, среди них Таиланд. 7 дней одному человеку потребуется 70 тысяч рублей. Особенности Таиланда, кстати, заключаются в том, что здесь нет отелей, работающих по системе, все включено. А вот путевка в Турцию на 10 ночей All Inclusive в среднем стоит 83 тысячи рублей. Это на одного человека и в отеле 5 звезд. Есть и более бюджетные предложения. В списке самых посещаемых стран также Кипр, Греция и Объединенные Арабские Эмираты. Среди отечественных курортов лидируют Сочи и Крым. Есть и любители дорогого отдыха. Самыми дорогими направлениями у нас являются Мальдивы. Это курорты Индийского океана, Маврики, Мальдивы, Сейшелы. Эти курорты считаются одними из самых дорогих в мире. Дорогие они потому, что находятся далеко, потому что туда очень далеко лететь, и стоимость перелета достаточно высока. Средняя стоимость, допустим, 12 ночей на Мальдивах, 5-звездный отель, допустим, на питание полупансион будет приблизительно 500 тысяч рублей. А вот для самостоятельных трипов выбирают Испанию. 7 ночей в местном хостеле могут стоить 36 тысяч. Это учитывая перелет, но не учитывая визу. Как говорят опытные путешественники, в самостоятельный трип надо отправиться хотя бы раз в жизни. Впечатлений будет много. На фоне того, как набирают обороты выездные туры, увеличивается и популярность отдыха в России. Кстати, в первые 9 месяцев 2017 года Россию посетило примерно 3,5 миллиона человек. Это рекордное число. Посмотреть у нас действительно есть на что. Даже в отдельно взятой осети есть чем заняться. В Куртатинском ущелье летом обещают сдать новый отель. К нему предполагается создание инфраструктуры, плюс маршруты для пеших прогулок. Сотни исторических объектов, архитектурных и природных жемчужин. Есть все. Нужно только научиться грамотно предлагать имеющиеся и качественно обслуживать искушенного туриста. Словом, сезон отпусков все ближе. Не затягивайте с планированием, пока цены не взлетели до небес. Леша, тебя это тоже, кстати, касается.